Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего, Иешуя Мессии, и просим о милости Твоей и благости, которая обновилась каждому из нас в это утро. Отец, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты открывал наш разум к пониманию Твоего Слова, Бог мой, и сделал нас не просто слушателями, но которые будут принимать это Слово и делиться этим Словом с другими людьми. Боже, спасибо Тебе, Господь, за это время, которое Ты определил для этого. Будь прославлен на этом месте во имя Сына Твоего, Иешуя Мессии. Аминь. Итак, мы переходим ко второй главе послания, к середине главы, на которой мы вчера остановились. И разбираем место Писания, начиная с какого стиха? С 11 стиха. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканиям. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, и когда те пришли, стал таиться и устраняться. Опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельское, то сказал Петру при всех. Если ты, будучи иудеей, живешь по-язычски, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-язычски? По-иудейски, извините. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, но только верой в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Понятно? Ничего на самом деле непонятно. Опять, ну, легко сказать понятно, но на чем мы были сосредоточены вчера наши мысли? На чем были сосредоточены? На еде. На еде. И мы разобрались со следующим. Пока с едой, да? И мы рассматривали стихи римлянам 14 глава с 1 по 6. Рассматривали? Мы рассматривали. Еще какие стихи в связи с едой? Матвея какую главу? 15. Молодцы. И что мы выясняли для себя? Что речь о еде шла о каких-то принципах. В 15 главе речь шла о принципах омовения рук, да? И еще показывал, что вопрос не в принципе еде, а в том, чтобы человек чего-то не говорил, потому что говорит он из сердца. Это 15 глава, да? Когда мы рассматривали 14 главу римлянам, о чем мы говорили? Мы говорили о немощных в вере, да? И он говорил о том, что пища, она в общем-то не совсем важна, а важна вера, да? И немощные в вере, они как раз ели что у нас? Овощи. А крепкие, значит, ели? Все. У них все было нормально. Первый коринфянам, 10 глава. Первый коринфянам, 10 глава, с 27 по 31 стих я буду читать. Если кто из неверных, да? Ну, начинается там немножко раньше. Ну, мы начнем с 27, но можем прочесть раньше. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидать. Никто не ищет своего, но каждый ищет пользу другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. Для спокойствия совести вашей. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования. Для спокойствия совести. Ого. Но если кто скажет вам, это идоложертвенно, то не ешьте ради того, кто объявил вам. И ради совести. Ибо Господня земля, и все, что наполняет ее. Совесть же, разумея, не свое, а другого. Ибо для чего в моей свободе быть судимой чужой совесть? И если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите или пьете, или иное что делаете, все делайте. Во что? Все понятно? Вообще загадочное место из Писания. Павел говорит, послушайте, ребята, вообще пища особого значения не имеет. Потому что все, что на земле, оно принадлежит Богу. И мы вспоминаем бытие девятую главу. Спасибо. Мы вспоминаем бытие девятую главу. Что все, что движется, летает и плавает, было дано как благословение в пищу человеку. Понятно, да? И здесь апостол Шеуль говорит, если кто из неверных позовет вас, заходите, и вы захотите пойти. Помним, да? Поход. Поход евреев к язычникам. Первый поход, который совершил апостол Петр в дом Корнеля. Евреи сказали, ты зачем туда ходил? Да? Мы смотрим историю, когда Петр кушал с верующими в Антиохию. И тоже были некоторые сложности. Правильно? Здесь Павел говорит о той же самой идее. Если кто-то захочет пойти к кому? К неверным. То есть вообще точно к язычникам. Это уже идет речь о Нового Завета. И кто захочет идти уже не к боящимся, как пошел Петр, который, боящийся Бога, все равно был язычником. А этот парень захочет пойти уже к махровым язычникам. У которых на столе можно встретить что? Идолы жертвенные. Ну понятно, что уже такие. Настоящие. Которые даже ходят приносить жертву идолам. Идолам. Не в храм, а идолам. Уже такие настоящие махровые язычники. Которые ходят и поклоняются кому? Бесам. Идолам. Бесам. Говорят, если кто-то из вас захочет сходить к таким ребятам в гости, ничего страшного. Можете. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия и совести. Все. Не размышляйте. Вы не поверите. В общем-то, при идолопоклонении, поклонении идолам, приносились в жертву даже свиней. А украинцы ни в жертву свиней не приносили. То есть все нормально. Могли просто приготовить. Он говорит, если вам поставят что-то на стол, то вы можете, не спросившись, а что это, а как. Иногда мы приходим, приглашаем кого-то из верующих, они приходят и говорят, а что это? А это свинина, все. Все. Не буду кушать. Да? А Павел говорит, послушай, там вообще не спрашивайте, что вам дают. Говорит, а не спрашивайте. Еще раз. Если с кровью, вам не надо спрашивать, вы что? Видите. Еще раз, только медленно. Как только вы едите с кровью, вы видите. Когда я прихожу в ресторан, я заказываю стейк, я говорю, пожарьте мне, пожалуйста, чтобы там не было чего? Крови. Не всегда это делают. Не всегда это получается. Но я заодно предупреждаю всегда официанта. Я кушать не буду. Я беру, отрезаю, и я вижу, что? Кровь. Я говорю, пожалуйста, заберите, я это кушать не буду. Ну, я не ем. А если он мне скажет, это без крови, все нормально, кушай. Я отрезал и увидел. Что я скажу? Я буду верить его словам или своим глазам? М? Ты же глазам. Поэтому, чтобы он мне не рассказывал, я это кушать и спрашивать мне не надо. Потому что, если я увижу, я это скажу. Вы знаете, я, извините, не ем. Ну, там написано, ешьте все. Это не написано, но это было написано несколько раньше. Мы разбирали об этом в девятой главе книги какой? Бытия. И это сказано было всем людям без исключения как евреям, так и не евреям. Поэтому Синайский завет к этому никакого отношения собственно говоря не имеет. Тут Синайский завет не при делах. Понятно, да? Этот запрет существовал задолго до появления Синайского завета. И не надо мне, чтобы кто-то говорил с кровью оно или не с кровью, потому что, если я разрежу кусок мяса, я сам смогу увидеть. Я сейчас даже не буду разбираться в жутких вещах, что иногда жертвоприношений в языческих храмах жертву удавливали. И даже вы могли попасть в халепу, когда вы, не зная, еле удавлены. Да, жуткая история, да? Я каким-то образом ответил на ваш вопрос? И при этом тоже не спрашивайте. Не спрашивайте, как его умертвяли. Говорит, но если вам скажут, если вам скажут, что это что? То, говорит, не ешьте. Почему? Потому что нельзя кушать? Ради совести? Говорит, чьей совести? Говорит, пожалейте, бедолах. Говорит, вам кушать можно, но ради них не ешьте. Вообще, ну, как бы, по сути дела апостол Шауль говорит, апостол Шауль говорит, страшные вещи для понимания евреев. Он говорит о том, что пища по большому счету особого значения не имеет. Имеет значение ваша вера. И вера других людей, которая не должна подвергаться вашей свободе неприятным ощущением. Они будут своей совести мучимы, они будут страдать своей совестью из-за вашей свободы. Поэтому, говорит, не демонстрируйте им вашу свободу. Не надо в этом плане искушать чужую совесть. Говорит, если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делайте, все делайте во славу Господу. Понятно? Угу. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делайте, все делайте во славу Господу. То есть, вы можете делать все во славу, но с рассмотрением о чужой совести. Понятно, да? с рассмотрением о чужой совести. Вопрос шел не в том, что можно кушать или чего кушать нельзя, а вопрос шел о чем? О том, во что окружающие нас люди верят. Это понятно? Угу. окей, галаха. Понятие галахических постановлений это понятие, давайте разберемся с кашутом, потом перейдем к галахе. Хорошо? Окей. Кто знаком с понятием кашута? Что это такое? Чистота? Вы уверены, что кашут это чистота? Так, стоп. Балаган мы прекращаем. Сегодня у нас микрофон есть? Есть. Поэтому мы отвечаем по очереди в микрофон. Передайте, пожалуйста. Что такое у нас кашут? Кашут это законная пища, чисто-нечистая, которую можно приобрать животных. И еще, если брать равенитический кашут. А есть еще какой-то другой кашут? В принципе, равенитический. Еще раз. Давайте мы определимся. Есть еще какой-то другой кашут? Нет, нет. Есть библейский кашут? Библейский кашут это у нас чистое. Да. Ну, а такой кашут равенитический то там как тоже, ну, как именно надо заколоть животное, как его приготовить, не варить, ну, там, молочное с мясным не употреблять. Способ убиения и приготовления. Еще понятие кашут включает в себя одежда определенный вид, потому что есть, смешивать нельзя какие-то определенные вещи. И также в какой-то норму поведения в каких-то таких ситуациях, что, например, там, кто-то ест, если ты это там делаешь то же самое, то это не чисто, чисто, то есть, скажем, кашут тоже определяет поведение. Это не кашут, это мы говорим кошерное это поведение или не кошерное это поведение, но это не совсем кашут. Кашут это понятие больше применимое к пище. И когда мы видим печать кашута, то мы знаем, что Равин просмотрел зачем? За способом приготовления. Мы берем, к примеру, вино, да? Если вино приготовлено, оно является чем? Ну, вином, да? А если оно не кошерное? А как ты можешь откошеровать его? Не, еще раз. Можно ли откошеровать уже приготовленное вино? Спасибо. Надо договориться с Равином, ну, понятно. Давайте не будем говорить гадости на наших братьев. Понятно, да? Ну, некрасиво. Итак, можно? Нет, то там кошерное специальное приготовление. Причем приготовление ничем не будет отличаться от приготовления не кошер. На самом деле вопрос заключается в том, что виноградник принадлежал евреям или за процессом выращивания винограда наблюдал еврей, соблюдающий шаббат. Это же не торга, а шаббат. Достаточно. Зачем так далеко и глубоко? Точно так же за процессом изготовления самого вина тоже наблюдал евреям. Тогда это вино считается кошерным. Правда, смешно? Мы говорим о чем? О способе. Теперь вопрос. А для чего это? Хороший вопрос. То есть, мы говорим о том, что мы что-то делаем, но мы должны делать что-то для чего-то. У меня трое детей. Вы знаете, маленьких детей, я с малолетства все время всех моих детей учу одному и тому же. Знаете, чему я их учу? Если ты что-то делаешь, то ты должен себе ответить на вопрос для чего и зачем. И после того, как что-то случается, я всегда прихожу и спрашиваю, слушай, зачем ты это делал? И вы знаете, если они сделали что-то неправильное, они, как правило, не могут ответить вопрос, зачем они это делали? Мне уже что-то сделали, а потом он спрашивает, зачем, я думаю, действительно, зачем я это все делал? Зачем мне были эти неприятности? То есть, если мы что-то делаем, мы должны ответить на вопрос, зачем? Ну, простой вопрос. Простой? Окей. Давайте зададим себе вопрос. Я не возражаю. Мы берем специальное животное, убиваем его специальным образом, способом. Да, 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 про сейчас, никаких проблем. Мы говорим сейчас про кашу. Мы берем животное, убиваем его специальным образом, специальным образом же его и готовим. Есть его можно спокойно. Специально можно не есть, можно просто есть. Итак, специальным образом его готовим, и оно вот кошерное. Зачем? чтобы исполнить какую-то определенную заповедь. Какую? Где вы видели эту заповедь в Торе? сейчас попробую. Я тоже, меня тоже это интересует. Можно между собой общаться не будете? Отчетите, пожалуйста, вот на соседнюю парочку. Я думаю, для того, чтобы успокоить, наверное, совесть. давайте мы все-таки, а что ваша совесть вдруг начала нервничать? Какое отношение имеет к тому, как зарезали это животное? Что ваша совесть нервничает? Вы же об этом и не знаете. Я думаю, что если человек ведет определенный образ жизни. А зачем он его ведет? Чтобы угодить Богу. А где Бог это просил от него? Они считают, что это есть. Я не спрашиваю, кто что считает. Я спрашиваю, основание для любого поведения у нас есть что? В Торе есть определенные правила о чистых и нечистых животных. Есть правила о чистых и нечистых животных. Скажите мне, в Торе есть правила о чистых и нечистых животных, но также в Торе есть правила о том, какие животные считаются чистыми. Скажите мне, пожалуйста, если первенцы из чистых животных не были принесены в жертву, скот является чистым? Нет. Что вам дает на сегодняшний день принесение чистого животного, правильно зарезанного и употребление в пищу с точки зрения понятия чистого, открытого в Торе? Что вам это дает? Мы говорим сейчас о понятии чистоты, открытом в Торе, или мы говорим о понятии чистоты, открытом для нас в Торе, или мы говорим сейчас о понятии кашрута в современности? И я спрашиваю простой вопрос, а что нам дает понятие кашрута, употребляемого сегодня в нашем понимании? Ощущение самоправедности, которое мы сами себе придумали, сами и выполняем. Вспоминаем 9 главу, конец 9 главы, послание к кому? Римлянам. Разбирали мы это местописание? Они искали праведности, закон о праведности, но искали его не в вере, а в делах закона. И не понимая праведности Божьей, хотели бы установить какую праведность? Свою собственную. Удалось, но она никакого отношения к праведности Божьей не имеет. Итак, когда мы смотрим на законы кашрута, мы видим следующее, исполнение заповедей ради заповеди. Мы делаем это для того, чтобы это исполнить. Делаем для того, чтобы делать. Абсолютно бесполезное занятие. Когда мы смотрим законы, которые были даны в Торе, как законы чистого и нечистого, и употребление чистого и нечистого, эти заповеди существовали для чего? Чтобы жертва была Богу угодна Богу. А зачем она ему? Все нечистое невозможно принести в жертву Богу. Почему? Меня интересует, просто для чего? Если я что-то делаю, для чего я... Для того, чтобы Богу приносить самое лучшее. Ага. И что это мне дает? Все животные чистые и без порока приносятся Бог. Я знаю, что это делается. Я спрашиваю, для чего? Послушайте, я же задаю вопрос. Не что я делаю, а для чего я это делаю. Подождите, 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 подождите. Успокойтесь. Все успокойтесь. Вопрос звучит очень просто. Не что я делаю, а для чего я это делаю. Скажите, пожалуйста, все, что на земле, оно принадлежит кому? Он в чем-то имеет нужду? Нет. Ему что-то надо? Он спрашивает. Слушайте, мне хотелось бы чисто узнать. Я вообще пью кровь животных? Не, не пьет, да? Простите, он может быть ест их мясо? Не, не ест, да? Ну а для чего это ему надо? Ему это не надо. Спасибо большое. Вы хотели что-то сказать? Может, это надо самому человеку для того, чтобы быть ритуально чистым, чтобы можно было прийти, но в то время при лице Бога. Хорошо, спасибо. Мы не можем приблизиться к Богу именно так, как мы хотим. Есть определенный путь, который Бог установил для нас. И если мы исполняем его послушание, то мы можем приблизиться к Богу на основании его постановлений. Другими словами, для чего мы это делаем? Для того, чтобы приблизиться к Богу. Спасибо большое. Мы это все должны были делать для того, чтобы приблизиться к Нему. Тем путем, который Он установил для нас. Понятно, да? Есть определенный путь, который Он установил для нас. И говорит, если вы будете приближаться ко мне, то вы должны исполнять вот эти постановления. Мы исполняли тогда эти постановления для того, чтобы исполнить постановление или для того, чтобы прийти в Его присутствие? Для того, чтобы прийти в Его присутствие. Окей. Нет никаких проблем, тут все правильно. Есть установленный Богом путь, который мы, если хотим прийти в Его присутствие, должны исполнять. То есть мы исполняем для того, чтобы прийти в присутствие. Если мы не можем прийти в присутствие, имеет ли смысл исполнение? Тогда мы исполняем для того, чтобы исполнять. Другими словами, если вы ничему не учитесь в этой школе, то вы приходите для того, чтобы приходить. Вы, по идее, должны приходить для того, чтобы что делать? Учиться. Для чего вы учитесь? Для того, чтобы отдавать. А если вы приходите для того, чтобы приходить, абсолютно пустое занятие. Если вы приходите только для того, чтобы учиться самим и ничего не делать, никому не передавать, абсолютно бесцельное и пустое занятие. Если я прихожу для того, чтобы учиться, чтобы жить в соответствии с тем, чему я научился, чтобы делиться с другими людьми, то понятно, что я делаю правильно. Но если я прихожу только для того, чтобы прийти, посидеть и послушать, и дальше ничего не делать, смысл. Вы просто тратите время. Понятно, да? То есть, занятия ради занятий никому не нужны. Занятия нужны для того, чтобы научиться жить так и передавать другим те знания, которые вы получили. Точно так же, если дана заповедь на пути приближения к нему, и вы приближаетесь к нему, то вы нормально поступаете. Но если вы поступаете так только для того, чтобы исполнить ради этого, ну какой смысл? Вы не достигаете того, для чего эта заповедь была дана по своей сути. Когда Бог давал заповеди о чистом и нечистом, все эти заповеди были привязаны к храму жертвеннику. Понятно, да? После того, как храма жертвенника не стало, смысл исполнения этих заповедей исчез. Мы не можем приближаться к Богу тем путем, который был тогда. Потому что этот путь был уничтожен им же. Уничтожен храм и уничтожен жертвенник. Значит, путь закрыт. Было нам, в общем-то, понятно еще в предстоящем храме, что некоторые изменения произошли в храмовом служении. Потому что завеса в храме была разорвана, минора в храме гасла, двери сами открывались. На емкий пур жертва не принималась за 40 лет ни разу. То есть были понятны трансформации, которые произошли в храмовом служении. И Бог показывал, что тот путь, он, в общем-то, уже закрыт. Он еще формально существовал, но жертвы уже не принимались. Но после разрушения храма сам путь приближения к нему на основании законов данных Тори стал невозможен. Зачем соблюдать законы, если приблизиться к нему на основании соблюдения их? Нельзя. Но появились люди, которые сказали, послушайте, мы должны сохранить эту обрядовую часть. Для чего? Многие причины. Была на самом деле только одна. Кто у нас был основоположником раввинистического иудаизма? Не совсем. Йоханан бен Закай. Он разработал со своими учениками в городе Явны правила существования еврейской общины на период отсутствия храма. Разрабатывая правила существования еврейской общины на период отсутствия храма, он перед собой ставил задачу. Задачу, чтобы евреи не ассимилировали. То есть, задача исполнения заповедей сводилась к тому, чтобы евреи не ассимилировали с другими народами. Не исчезли как народ. Он понимал, что ассирийское пленение привело к ассимиляции десяти колен Израиля. И он говорит, ребята, у нас возникает проблема. Отсутствие храма может привести к ассимиляции. Мы можем исчезнуть как народ. Мы знаем, что появлялись великие народы, и потом они что? Исчезали. Были великие народы, и потом они, извините, исчезали. Но на сегодняшний день египтяне, живущие в Египте, не являются теми египтянами, которые были тогда. Они не являются потомками фаронов. Они не являются тем народом, и они об этом знают. И, в общем-то, никто не скрывает об этом. Понятно, да? То есть, был великий народ, и теперь его нету. Понятно, да? Потому что евреи могли точно так же исчезнуть. И это та проблема, которая интересовала Яханана Бензакая, когда он понял угрозу разрушения храма. Когда приступил Веспасиан к стенам Ярусалима, Яханан Бензакая знал о том, что римляне, они такие ребята, знаете, почти как русские. Русские, знаете, уже если я чего решил, то выпью непременно. А римляне были такие ребята, что если они решили развалять эту халабуду вдребезги напополам, то они ее разваляют. То есть, они не отстанут, они не успокоятся, они ее разваляют. То есть, если они приступали к стенам города, понятно было, что они его возьмут и разрушат. Когда они подошли к Масаде, там было сколько народу наверху? Несколько тысяч. Тысяча с небольшим, до двух тысяч, по-моему, там народу было. Что такое две тысячи? Не наше смотреть, мягко говоря. Не наше смотреть. Жалкая горстка, которая осталась. Они разрушили все. Когда они подавляли восстание в 130 году, они разрушали все. Они разрушали все крепости, все города, пересыпали солью и убивали всех, кто не успел убежать. Тогда они приняли уже тактику выжженной земли. Уничтожали всех евреев. Разбегались евреи. Почему начался период рассеяния? Им запрещено было жить на территории Палестины, на территории Израиля. И не должны были убегать, кто куда видел. И понимали, что возвращаться туда, ну, достаточно опасно. И остается какая-то там тысяча с небольшим, которая сидит вот это на горе. Но Рим, ну, что с них? Ну, какие проблемы? Дело принципов. Они пришли и сказали, ребята, у нас с вами принципиальное дело. Или вы спускаетесь вниз и сдаетесь. Или мы эту халабуду разваляем. Евреи, сидя наверху, как говорили, ну, развалять эту халабуду навряд ли. Понятно, да? И римляне стояли три года и насыпали вал, который есть до сегодняшнего дня. Можно себе представить. Вал, он остался до сегодняшнего дня. Как сохранилась Моссада до сегодняшнего дня, так и вал, насыпаемый римлянами, он стал меньше, но он все равно есть до сегодняшнего дня. Его можно видеть. И останки римские у Легиона, которые стояли вокруг Моссады, тоже видно, где они стоят. И римляне пока, они сказали, что мы не зайдем, мы никуда не отступим. И когда Веспасиан подошел к Иерусалиму, Яханан Бен Закай понял, что эти ребята не отступят. И он явился к Веспасиану. Он убежал из осажденного Иерусалима и пришел к Веспасиану. Причем он прикинулся мертвым, для того, чтобы его вынесли, чтобы он пришел. И он попросил, чтобы ему разрешили организовать школу в Яханах. Кстати, он пророчествовал, и пророчество его сбылось по отношению к Веспасиану. Благодаря чему, в общем-то, это и стало возможным. Он пророчествовал о том, что Веспасиан станет императором. Там были удивительные события. Были удивительные события, когда Веспасиан приступил к городу, и потом снял осаду и ушел. Исполнилось пророчество Ишуа, когда город будет окружен, бегите из него. Абсолютно непонятно.